Привет и мы продолжаем игру Боумастер и вот за такого вот замечательного героя бомжа проголосовало трое подписчиков и это у нас София Крутая, Екатерина Бадяковская и Иван Санаториев. Ну что же друзья, давайте-ка испытаем этого героя в бою и сегодня против бомжа будет играть Командос. Бомж бросается вот таким забавным мусорным бочком, а вот этот Командос с томогалком, с забавным топором. Ну что же друзья, попробуем сразиться и попробуем выиграть. Итак, до этого прикольного Арнольда Командос находится, друзья, он в 45 метрах. Давайте-ка я выберу угол атаки 100%, вернее силу 100%, а угол атаки давайте-ка друзья я возьму градусов 23 и посмотрим, что из этого получится. И друзья, вот и этого было мало. Как чувствовал я, друзья, что нужно брать 25 градусов. Ну вот промазал, промазал, но ничего страшного. Сейчас мы с вами здорово попробуем уже сделать поправку. Ну вот давайте-ка я сделаю поправку на ветер и метну вот на 26 градусов со силой 100% и посмотрим, что из этого получится. И да, 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 да. Ну конечно еще выше нужно было брать. Тем не менее уже урон нанесен и вот тоже так здорово попадает в нашего бомжа этим томогалком этот Командос. Ну что же, ничего страшного, друзья. Итак, давайте-ка я выберу угол атаки. Градусов 28, силой 100%. И я думаю, мы должны попасть, друзья, в голову. И вот, здорово, здорово. И попадаем кислотой. И еще плюс багет. И да, да, и вот Командос добит. То есть, как я говорил, видите, бомж самый сильный герой из всех. Но, друзья, неудачно вот отбросило нашего Командоса вперед. Не уверен, друзья, сможем ли мы сейчас попасть. Давайте-ка я возьму вот такой низкий угол атаки. Вот 23 градуса и посмотрим, что из этого получится. И промазал. И промазал. Хотя вот если бы взял 22 или 21, мы бы попали. Ну что же, здорово, друзья. Победа. Очень-очень неплохо мы с вами справились. Конечно же, хотелось бы лучше, но как-то вот так получилось. Неплохо. А следующий герой, друзья, у нас Тор. За него проголосовало два подписчика. Это подписчик с ником Snickers455 и Вячеслав Розанов. Ну что же, друзья, иду вам на встречу. И сейчас мы сыграем этим забавным героем Тором, у которого основное оружие это магический молот, который наносит урон электричества. И против нашего Тора будет играть китаец вот с петардой ракеты. Ну что же, попробуем, друзья, с ним сразиться. Попробуем выиграть. Вот, находится он за холмиком. Поэтому, друзья, я выберу, давайте-ка выберу угол атаки 14 градусов. Силу 100%. Посмотрим, что из этого получится. И вот помешал, помешал холм, чтобы попасть в нашего китайца. Я вообще, друзья, не уверен, смогу ли я попасть. Вот. Нужно, возможно, будет бросать по вот такой вот дуге траектории. Наверное, давайте-ка я сразу же это и возьму. Давайте-ка я возьму 90 градусов, вернее, силу 90%, а угол атаки возьмем градусов, давайте-ка, 16, либо даже 17. Итак, 92 на 17. Давайте-ка посмотрим, что же получится. И, друзья, промахивайся. Не долетел. Не долетел. Не долетел мой молот. Вот. И как-то интересно, вот так вот себя же чуть ли не ранил китаец. Итак, давайте-ка я немножко силу оставлю. Пусть 91 градус будет. 91%. А угол атаки, давайте-ка я, друзья, сделаю градусов 20. Мне кажется, мы должны попасть. Итак, 90 на 20. И вот. Да, 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 друзья. И применил я еще вот электрический удар. И довольно-таки неплохо попали. Ой-ой-ой. И китаец тоже задевает нашего героя. Есть спецудар вот этой петарды, то есть взрывная. Взрыв. То есть и удалось бомжу задеть нашего героя. Ну что же, друзья, постараюсь я вот метнуть. Давайте-ка я... Мы отбросили уже китайца назад. И, мне кажется, друзья, мы уже попадем. Итак, давайте-ка я возьму вот 18 градусов и силу 100%. И, мне кажется, мы должны попасть. И да, 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 да. Вот так здорово. Я вот отличным шимши ударом нанес повреждение. Ну что же, добиваем китайца. Итак, удар 100%. А угол атаки, давайте-ка, друзья, я возьму 18 градусов. И просто этим молотом вот так здорово... Ого-го, ничего себе. Это было вообще что-то. То есть, видите, куда вот выбили его вот хребет с ребром. Это было жутковато. Но интересно, прикольно и забавно. Ну что же, вот такой вот прикольный, забавный, интересный герой Тор. Вот, в принципе, он мне довольно-таки здорово нравится. Очень-очень хороший герой. А следующий герой, друзья, это у нас бабушка-кошатница. За нее проголосовал во двое подписчиков. И это подписчик с ником Дилер и Екатерина Бадяковская. Ну что же, друзья, давайте-ка возьмем еще эту забавную бабушку-кошатницу. Вот где она? Вот, вот этот забавный герой. И кто же будет играть против нашей бабушки-кошатницы? А будет играть любовный полицейский. Вот такой вот забавный джентльмен. Вот чернокожий в полицейской костюме. Ну, попробуем нашей бабушкой с ним сразиться. Итак, не очень хороший, друзья, вот угол атаки. Вернее, не очень хорошая местность посередине холм будет мешать нашей бабушке запускать котика. Придется, друзья, вот запускать вот такой вот дуге, как из миномета. Давайте-ка я попробую взять вот 80% силу и 40 градусов угол атаки. И посмотрим, что из этого получится. И это было очень-очень сильно, друзья, не стоило вот так делать. Вот он тоже метает и попадает в нашу бабушку. Вот вредина. Вот вредина вот взял и попал. Ну что же, я попробую, друзья, как-то вот тоже сделать. Но угол атаки нужно значительно поменять. Итак, пусть будет у нас сила 80. Вот давайте-ка я попробую силу 80 взять. Вот так. А угол пусть будет 30 градусов. И мы посмотрим, друзья, что из этого получится. И это все равно, друзья, очень-очень высоко. Это очень высоко. Ой-ой-ой-ой, как достается нашей бабушке. Вот, не могу никак я пристреляться. Возможно, друзья, не надо ничего мудрить. Давайте-ка я попробую вот взять угол атаки 18 градусов. Силу 100%. Возможно, вот все же попадет. И, видите, не попадает, проскакивает. Хотя, если взять 17 градусов, возможно, мы как-то попадем. И нужно спасать, друзья, бабушку. Давайте-ка я попробую ее спасти. Давайте-ка я попробую взять 17 градусов со 100% силой. И если удастся, мы попадем этому полицейскому в голову. И да-да-да, хороший-хороший удар. Нужно было с самого начала это все проделать. Ну и если, друзья, я не ошибусь. Вот сейчас мы сможем справиться с этим полицейским. Итак, 17 градусов угол атаки. И сила 100%. И да-да-да-да, и удалось, друзья, нам победить этого полицейского. Вот сначала я, честно говоря, недооценил. Недооценил нашу бабушку. Я, то есть, не надеялся, что удастся вот так по дуге попасть котикам. И да, здорово побеждаем мы полицейского. Ого, ничего себе. Выбили мозг и глазки этого забавного полицейского. И наша бабушка побеждает. Вот немножко я, друзья, не ошибся. То есть, я был уверен, что не пройдет по дуге. Вот по прямой. Пробовал подобрать навесную траекторию. Тем не менее, удалось выиграть. Здорово. Ну что же, замечательно, друзья. А следующий герой это у нас Нека. Или еще называет ее девушка Аниме. За нее проголосовала у нас Софья. Вот Софья, Софья. А фамилия у Софьи. Ага, это Софья Крутая. Вот. Плюс Екатерина Бадюковская. Вот две девушки проголосовали за вот эту забавную девушку Аниме. Ну, вообще-то зовут ее Нека. Но мы называем девушку Аниме. Итак, давайте-ка я, друзья, ее найду. Вот она. Вот такая вот забавная, с голубыми волосами девушка. Вот. И давайте-ка попробуем ее в бою. Кстати, один из моих любимых героев. Очень здорово бросает кинжалы Кунаи. И вот против нее будет играть герой-китаец с петардой. Ну, что же. Практически по прямой, друзья. Не надо особенно прицеливаться. Вот только далеко. 31 метр. Ну, не так, чтобы далеко. Но, друзья, давайте-ка я выберу угол атаки 7 градусов. А сила пусть остается 100%. И я надеюсь, что мы попадем. И да. Друзья, попали. Но немножко нужно было выше. Вот не успел я, друзья, нажать на кинжалы, чтобы они разделились на 3 части. Но я уже, друзья, пристрелялся. Поэтому, друзья, давайте-ка я возьму 10 градусов угол атаки. А сила пусть будет 100%. И да. Вот. Удалось, друзья, мне вызвать сверхспособность. И наш Кунаи разделился на 3 части. И вот здорово китаец получил. Ну, что же. Добиваем, друзья, его. Уже мы пристрелялись. Угол атаки пусть будет 13 градусов. А сила 100%. И разделяю кинжалы. И вот так здорово добиваем, добиваем китайца. Ну, что же. Супер, друзья. Вот. Дают нам фаталити фатальный удар. Пусть это будет 14 градусов. Сила 100%. И не буду даже, друзья, либо вот так разделять кинжалы. И добиваем китайца. Жаль, что без спецэффекта. Тем не менее, вот за фаталити нам еще на числе 50. Монеток. Ну, что же. Победа. Супер, супер. Отлично. Здорово сыграли. Здорово победили. А следующий герой, друзья, как я уговорил, у нас вот вы пишите вот в комментариях и отзывах. Я снимаю с этими героями по 6 героев в день. Итак, за видео. И следующий, друзья, герой это Ледяной Владыка. За него несколько серий поподряд простила Екатерина Бадяковская. Поэтому, друзья, этот герой тоже проходит вот без очереди. А дальше уже пойдет у нас Геймерша вот по очереди. И я скажу, что это за герой. Но вначале давайте-ка, друзья, расскажу, что это за подписчик. Но вначале, друзья, давайте-ка сыграем Ледяным Владыка. Вот этот забавный герой. Вот метает волшебное копье, которое разделяется на три части. И против него играет осьминог, который тоже довольно-таки здорово метает медузы, которые наносят урон электричеством. Вот. Ну что же, попробуем, друзья, испытать, что из этого получится. Итак, 34 метра до осьминога. Вот. Давайте-ка я, друзья, метну это копье. Вот. 15 градусов. А сила пусть будет 100%. И попробую. И да, да, да. Хорошие попадания восьминога. Неплохо. Вот. Есть у нашего героя, этого ледяного лорда, возможность. Ой-ой-ой. И вот чудом его не задели. Есть возможность, друзья, это чтобы копье разделялось на несколько частей. Вот сейчас я попробую, друзья, вот включить эту особенность. Итак, метаем копье. И вот так. Да. Вот. По-моему, разделилось. Хотя вот не добили. Немножко осталось еще жизни осьминога. Тем не менее, друзья, я думаю, мы сейчас его добьем. Итак, 12 градусов, даже 13 угол атаки будет. И сила 100%. И вот так. Ой-ой-ой, друзья. И я перебросил. Как я мог перебросить, друзья, до сих пор сам удивляюсь. Но как-то перебросил. Вот. Ну и он тоже промазал. Итак. Хотел я разделить копье. Давайте-ка пусть будет 10 градусов угол атаки. Сила 100%. И вот так. Вот. Замечательно. Итак, дают нам фаталити, фатальный удар. Вот. Здорово. Итак, 9 градусов. Сила. И делали ведь градусов угол атаки. Сила 100%. И вот так здорово. Да. Ничего себе. И заморозили этого забавного героя. И просто вот так здорово-здорово разнесло. Ну что же. Очень прикольный, очень забавный герой. Дальше, друзья, уже вот заканчивались у нас двойные герои. Дальше уже герой поет по очереди. Это у нас девушка геймер. Вот. Заказала ее подписчик с ником дилер. Что же, друзья, иду вам навстречу. Но вначале давайте-ка я покажу, какие герои у нас есть в наличии. То есть и буду ждать от вас отзывов в комментариях, с какими же героями играть в следующем видео. Итак, друзья, есть у меня вот в наличии практически все герои. Отдого не хватает этого пожарного. Ну, первый герой это у нас Робин Гуд с оружием стрела. Второй вот этот забавный склец в скафандре с оружием кол. Далее, вот забавный вот такой вот боевик Арнольд с оружием тамагав. Маленький топорик. Следующий у нас спортсмен с копьем. Далее девушка геймер с приставкой. Вот. Далее картежник с взрывающимися картами. Китай с ракетой-петардой. Вот плохая девочка. Еще ее мы называем Херли Квинн с бомбой. Далее идет, друзья, Лесоруб. Вот он. С бензопилой. Довольно-таки прикольный и забавный герой. То есть, если ничего не поменяется, друзья, в следующем видео мы возьмем этого забавного героя. К нему подошла очередь. Если, конечно же, вот какие-то двойные просьбы наших подписчиков не пройдут и не переместят на место другого героя. Далее герой у нас девушка-авиатор с оружием. Далее пропеллер от самолета. Еще есть забавный герой. То ли Дед Мороз, то ли Санта-Клаус с ледяным вот таким вот снежком, комком, который здорово замораживает противника. Отлично. Далее герой Тор с магическим молотом, который наносит урон электрическим. Электрическим ледяным лорд с магическим копьем, который разделяется на три части. Вот певец из рок-группы с акустическим топором Нека, или ее еще называем девушка-аниме с оружием Кунаи. Вот самый крутой и самый сильный герой это Бомж. Вот у него мусорный бачок, которым очень-очень здорово наносит урон. Ну вы сегодня видели, правда, вот недостаточно. Я считаю, было бы здорово, конечно, переиграть этим героям. Вот не во всей красе он проявился, тем не менее. Следующий герой это Акула, Шарк, вот написано, с оружием Трезубец, довольно-таки интересный герой. Кроме того, еще есть Анонимус, оружие, табличка, кол для метания. Есть розовый робот с огненным мечом, тыквоголовый с демонской лопатой. Вот это у нас Маэстер с кислотой. Вот кореец, кто-то мне с подписчиков подсказал, с волшебным оружием. Вот такой вот маленький летающий единорожек. Вот, кстати, Леонидас, за него, кстати, тоже Спартаковец. За него есть голос подписчика. Если ничего не поменяется, в следующем видео, вот он до него дойдет очередь. Далее есть, друзья, герой Мим с оружием багет. Вот американский футболист Майк с оружием огненный мяч. Вот есть еще профессор, либо доктор с оружием. Вот шприц, которым бросается из лука Фернадо с черепашкой. Вот, Скаут Джим с огненным зефиром, вот с которым стреляет как из лука. Еще есть инопланетянин со световой гранатой. Мальчик Ю, ну, по крайней мере, очень похож на мальчика. Хотя, возможно, друзья, это девочка. Но мне больше похоже на мальчика. Вот. Еще зеленый супергерой с диском чернокожий. Ну что же, очень забавный и милый. Кроме того, есть вот такой вот забавный герой Осьминог. С оружием электрические медузы. Герой похожий на Дэдпула с оружием катана. Один недостаток, недостаточный урон. Еще очень забавный герой Олдмен. Вот, или называем его просто рыбак с оружием рыбомеч. Кроме того, еще есть хипстер с взрывающимся телефоном. Вот эльф с магической стрелой. Вампир с деревянным колом. Где он спрятался. Назвали вот этого забавного героя в форме любовной полицейской. Одна из подписчиц. То есть, мне очень понравилось это название. Поэтому оставляем и у его оружия вот такие вот забавные стрелы Купидона. Ну что же, здорово, друзья. И остается три девушки. Три. У нас три на финале. Это у нас Бетти, домохозяйка, бросает арбузы. Далее Пенни бросает щеночки. И вот такая вот забавная бабушка-кошатница, Барбара, который метает котиков. Ну что же, замечательно. Итак, дошли мы до последнего героя, открытого у нас. И сейчас, как я уже говорил, пришла очередь девушки-геймерши. Ну что же, давайте-ка с ней сразимся. Вот, и это уже будет последний финальный сегодня бой. И против нашей девушки-геймера будет играть команда с Арнольд. Вот, что же, попробуем, друзья, сразиться с ним. Вот, давайте-ка я возьму вот такую вот забавную навесную траекторию. Вот, 20 градусов, силу 100%, 48 метров. Надеюсь, друзья, попадем. И да, отличнейший удар в голову. Ну, просто супер. Редко, когда бывает, что, друзья, с первой попытки удается вот нащупать угол атаки. Но вот, друзья, удалось. Ну что же, попробую, друзья, я вот и сейчас попробую нанести. Вот, здорово нанес, друзья, но чтобы нанести урод электричеством, нужно нажать на приставку. Не всегда это удается, но я попробую, друзья. Вот почему-то именно вот этой девушке-геймера не всегда срабатывает вот эта суперспособность. Вот, попал я у него приставкой, вот нажимал, а почему-то электрического разряда не последовало. Ох, 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 как здорово он попал в нас, нашу девушку топором. Вы видели? А я не смогу, не могу как-то активировать вот этот заряд. Давайте-ка тогда я попробую попасть в голову. Возможно, это нанесет очень хороший урон. Вот, хороший удар в голову. Но, друзья, вот видите, не смог, опять же, активировать вот эту приставку. Я не знаю, в чем дело, друзья. Я стараюсь нажимать, некоторые вот срабатывают без проблем, а некоторые никак не могу. Вот, опять я нажал и не сработало. Но, тем не менее, наша девушка-геймер вот выиграла. Вот, попробую я еще принести вот суперудар. Вот, при том спецэффектом. Ну, не знаю, сработали ли. И так, вот так, вот нажимал я, друзья, и почему-то не сработало. Ну, что же, победа, супер, друзья. Мы с вами выиграли. Очень здорово. На этом, друзья, я пока прощаюсь. Итак, всем пока-пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ожидайте новых серий. И, конечно же, друзья, пишите в отзывах и комментариях, какие у вас любимые герои и с каким вы хотите увидеть сражение на канале. Ну, а я пока, друзья, на этом прощаюсь. Всем пока-пока. А чтобы, друзья, не пропустить ни одной серии, нажимайте в правом верхнем углу на колокольчик и к вам, друзья, будут приходить уведомления о новых видео. Всем пока, друзья, до новых встреч.